Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Катя. И я прошлую неделю видео не снимала, потому что у меня там видно на заднем фоне происходят ремонтные работы. Но я подумала, что вы меня простите. Я перейду в формат говорящие руки, чтобы не раздражал этот задний фон. И я очень хотела поделиться своими новинками. А еще мне очень хотелось сделать безумно яркий макияж, такой, как он сейчас глаз. Я с такими макияжами никуда не хожу, только для видео могу сделать. Поэтому мне очень захотелось снять сегодня видео. Если вам интересна тема новинок, косметики, ухода, оставайтесь со мной. Начать хочу с парфюмерии. Я уже довольно-таки давно заказала вот этот набор от Moschino. Здесь сами ароматы находились, и здесь коробочки от каждого отдельно. Я заказала на Люк Фантастик, там было очень хорошее предложение. Со скидкой получалось 16 фунтов, и доставка 2, по-моему. И у нас в Литве такая коробочка порядка 60 евро, я видела, стоит. И считаю, что это неоправданно дорого за 4 аромата по 5 миллилитров. Здесь входит туалетная вода и 3 парфюмированных. Мне хотелось попробовать именно вот из-за этого аромата, он сладкий. И я слушала обзор одного блогера, который мне очень нравится и рассказывает об ароматах. Но, как часто это бывает, когда мы слушаем, это одно, а когда пробуем на себе, это другое. Я, конечно, его использую, но это не совсем то, что я ожидала. У них, у этих ароматов довольно-таки богатые составы, много нот, и они такие, скажем так, интересные. И вот эти ароматы, хоть они и не новые, но все как-то сейчас вот именно в тренде эти Moschino. Этот аромат очень нежный, девчачий, его сразу же захотела моя дочка. Той бой, это считается аромат унисекс, но на мой взгляд он именно мужской. Такие нотки рисковатые чувствуются. И я его в подарок своему брату сразу откладываю, потому что сама, хоть я и люблю некоторые ароматы унисекс, или даже мужские, иногда наношу, но вот этот не мой вариант. И вот этот очень приятный тоже аромат, на мой взгляд, для такой молодой девушки. Это такой аромат свежести. Он сладкий, но в меру непритерно-сладкий. Это свежесть, какие-то цветы. Вот у моей дочки есть такая полноразмерка, но это может ей будет куда-то в сумочку. Так что мы вот так поделили. И я говорю, что на Look Fantastic какие-то там у них с пересылкой, я уже не от одного человека слышала, какие-то вот проблемы. То вроде бы товар есть, но его не сразу высылают. То нет, возвращают деньги. Ну, что-то у них там. Поэтому пока что я с Look Fantastic вот этот получила. Пока что не делаю заказы, но хотя бы в Литву не было, в Европу не было никакого налога за этот набор. Это миниатюра. Это такой довольно-таки новая версия. Вот это Rose and Roses Miss Dior. Это такой классический приятный аромат. Розы, мускус. Моя дочка сказала, что пахнет бабкой. Ну, что они, эти подростки, понимают? Очень такой приятный классический аромат. Тоже миниатюра. 5 мл. И очень здорово, мне нравится в Sephora, то, что этот аромат они подарили, когда я покупала уход диоровский там на определенную сумму. И это был подарок к этому набору уходовому. А еще можно было использовать код и тоже от определенной суммы, там у них от 60, от 100, есть такие сифоровские коробки с пробниками. И пробники действительно замечательные, в том плане, что это какие-то новинки, все вещи нужные. И вот в этом, даже если в Sephora что-то дороже немножко стоит, но вот эта их политика такая подарков, этих коробок очень-очень подкупает. И сейчас перейдем к другим вещам. Эти новиночки, это вот мини-версии, это как раз часть этой сифоровской коробки. Здесь 5 продуктов, 5 есть еще, но я их не открывала, поэтому решила пока что не показывать, потому что не могу поделиться никаким мнением. Вот такая миниатюра туши. Она, знаете что, она, вот как здесь показан такой глаз, она примерно вот так вот и красит. И я делала такой опрос в американском бьюти-сообществе, и там многим эта тушь нравится, больше кому нравится, чем не нравится. А я, наверное, больше отношусь к тем, кому не нравится. И я полный размер точно такой туши брать не буду. Она хороша, вот видео снять, очень яркие такие ресницы, как будто даже чем-то напоминают такие накладные ресницы с Алиэкспресс. Очень хорошо вот тоже какая-то может быть вечеринка. Но в каждодневной жизни для меня это такая тушь, как я называю, too much. Вот такая кисточка, она еще сразу тоже как бы жидковатая, и может немножечко даже пачкать, но это так, когда приноровишься, нет. Но вообще сама кисточка вот странная, она настолько мягкая, какая-то вот бесформенная и такая очень как хлипковатая. И на самом деле получается вот такой вот неопрятный, на мой взгляд, немножко такие ресницы получаются. Но это кто как любит, есть некоторые, кто любят именно такой эффект. По крайней мере, вот то, что заявлено, такой эффект и получается. Мне очень понравилось. Я ничего не слышала об этом бренде. Это средство для тела с кислотой с 10% и даже подходит для чувствительной кожи. И правда, я пробовала один раз. Во-первых, оно очень такое мелкое. Я сейчас на себе показывать не буду, потому что все-таки кислота. Но оно совсем как-то не травмирует нигде очень мелкие эти частицы. И действительно, наверное, действует кислота, потому что после душа вот я тоже нанесла крем для тела молочко. Очень мягкая кожа, очень приятная. И я даже думаю, наверное, это хорошо такой пилинг тем, допустим, кто много тоже загорал, чтобы как-то вот привести кожу в порядок. И я посмотрела, сейчас вставлю картинку. Есть полноразмерка в сифаре, во французской, по крайней мере, 20, по-моему, 8 евро. У меня лежит в корзинке. Жду каких-нибудь скидок. Хочу на зиму этот продукт приобрести. Мне понравился. Так, что там еще было? Вот такая мицеллярная вода от Clorans. Тут значки, что ее можно использовать для лица, для глаз и для губ. Я вообще тот человек, который привык очищать лицо. У меня жирная кожа, поры широкие. Я больше люблю гидрофильные масла и пенки какие-то, либо гели. Но, думаю, для глаз интересно попробовать. Снимает макияж хорошо. Но у меня сразу чувство дискомфорта. Это не то, чтобы жжение, но мне хочется прям быстро-быстро сразу смыть это средство водой. Вот что-то в нем такое есть. Я состав не изучала. Он довольно-таки длинный. Но именно вот, хотя я не могу сказать, что у меня очень чувствительные глаза. Но такой, у меня легкий дискомфорт вызывает. Поэтому я докончу. Но, конечно, не буду брать такое средство для себя. Получила в этом же наборе такую вот миниатюрку. Rare Beauty. Видите, сейчас там тоже в Сифаре это в тренде. Очень модная эта косметика. Ну, я не знаю. Приятно. Вот такой оттенок. Приятно, но не могу сказать, что это что-то особенное. Чтобы мне сразу захотелось купить полную версию. И я тоже делала опрос такой. Например, чтобы выбрали этот блеск или от Clinique. Вот этот, который такой блеск масла. И Clinique все-таки выигрывала. Наверное, если я буду когда-то вот что-то новое выбирать, то не это возьму. Приятный, да. Ну, как-то вот сказать, что что-то такое особенное нет. И была вот такая однушечка из палетки Зенда Наташи Динона. Ну, это, конечно, красота. Вот такой цвет. Так, фокус почему-то уходит. Вот такой потрясающий. Почему-то не хочет только фокусироваться. Потрясающий цвет. И тогда я покажу. У меня тоже еще есть одна однушка, которую я получила в подарок от Наташи Диноны сейчас. Так, осталось несколько видов теней. Но тогда, раз начались Наташи, вот это от Look Fantastic. Я тоже в такой коробочке в подарок получила. Вот этот оттенок. Я сразу подумала, ну куда же я с таким пойду. Очень, очень яркий. Очень красивый. Вот такой. И думаю, как же я буду им краситься. Но я потом его совместила со своими вот этими японскими однушкой. Я как-то Суку не рискнула сразу брать четверку. Потому что там не совсем привычные для нас такие сочетания цветов. И решила попробовать вот с однушки. Это японский люкс. Структура теней очень приятна. Они такие вот как акварельные. Тоже можно их наслаивать от такого нежного оттенка и поинтенсивнее. И сейчас так вот. Я их очень... Вот он такой интересный. Я сначала в каком-то обзоре говорила, что это фингалистый цвет. Он такой как бы дуохромный. Вот то ли коричневый, то ли розоватый. Такой какой-то сиреневатый. И вот у меня, например, в макияже я тоже поставлю фотографию. Ставлю. Я вот эти два цвета сочетаю. И мне в общем-то... Так, фокус. И мне в общем-то нравится. Но этот цвет, он такой, я говорю, что с ним надо осторожно, чтобы не сделать усталые, печальные глаза. Что еще из теней? Вообще, конечно, я Суку покупала на Калд Бьюти еще до 1 июля. Очень боялась, что будут эти налоги высокие. Очень хотела попробовать. Там маленький выбор оттенков. Когда я смотрела на японском сайте, там где полный выбор оттенков, ну это, конечно, другое дело. Это совсем другое дело. И еще одни тени из последних таких новеньких у меня. Это Charlotte Tilbury Pillow Talk. Для меня эти кремовые от Charlotte Tilbury тени, это спасение, когда нет времени. Ими так быстро сделать макияж. У меня еще есть оттенки шампанского. Я их мешаю. Эти больше затемняю вот уголок. И мне очень-очень-очень нравится. Оттенок сейчас так наберу. Сейчас такой сразу интенсивный. Но его можно тоже по-разному наносить. Вот чем-то отдаленно напоминает вот этот Наташа. Но такой... И, конечно, можно тоже его наслаивать. Ну, мешать. В общем, свобода действий. Но в целом мне нравится. Нравятся именно вот эти кремовые от Charlotte Tilbury. Еще я приобрела карандашик для бровей от Dior. Выбирала-выбирала. Хорошие очень отзывы на эти продукты. Но как-то решила карандаш. Так, быстрее и проще. И взяла номер один в оттенке блонд. Потому что я совсем не люблю темные брови. Хотя у меня свой цвет темный. Но я стараюсь их не темнить. А наоборот, немножко светлить. Я хотела сначала выбрать карандаш от Benefit. Какое-то средство. Может, не карандаш, но средство какое-то. И была в нашем магазине девушка-консультант. Мне говорит, да вы что? У вас брови темные. Вам надо или в цвет бровей, или темнее. И тут я поднимаю на нее глаза. И вижу, она покрашена в светлый блонд. А брови у нее черные. Ну, это вообще не мой вариант. Но если там еще когда-то, я не знаю, в 2000-х, может, так носили. Я очень так не люблю. И мне нужен такой цвет натуральный. Может, этот все-таки светловат. И было бы здорово, конечно, иметь еще оттенок потемнее и комбинировать. Но, в общем, мне лучше вот так в некоторых местах осветлить. И потом закрепить гелем для бровей. И это такой более натуральный эффект получается, чем темный какой-то. Ну, и, конечно, диоровские карандаши. Это всегда крутая, очень остро заточенная точилка. Мне нравится. Тоже на севере приобретала. И вот моя подруга еще мне посоветовала обязательно приобрести вот такую губку. У меня до этого... Я ее активно использую. У меня до этого не было такой губки. Она удивилась, как я делаю макияж. И у меня нет такой губки. И сейчас я правда так рада, что, особенно если какие-то яркие оттенки используешь, очень-очень хорошо иметь такую вещь. И, по-моему, их много на Алиэкспресс. И очень бюджетных. Это сифора тоже. Я не могу сказать, что она какого-то супер-супер качества. Мне может, кажется, даже она где-нибудь в Китае наверняка и сделана. А нет, она сделана во Франции. Ну, вот такая штука. Сейчас не вспомню, сколько она стоит. Но очень удобная и понравилась. И последнее средство. Это будет японское. Я решила не заказывать сразу большие размеры. Потому что там есть, по-моему, литровые объемы. И так стоит немало. Я решила такой набор миниатюр заказать. Во-первых, потому что хотелось сначала понять, подойдет ли мне. Во-вторых, у нас с этим налогом, это, конечно, будет дикая цена. Так если уже что-то брать такое стоящее, то знать точно наверняка, что подойдет. В магазине есть две версии. Вот это маска для таких волос не сильно поврежденных. А есть еще одна посильнее для очень сухих. И вот это называется ванная для волос. Ну, скажем так, это шампунь, но вот с таким названием. И он тоже с ламеллярной структурой. И маска это. За что мне очень еще нравятся японские такие вот какие-то средства гигиены. У них очень деликатные ароматы. Насколько деликатный гель для интимной гигиены шампуня. У них нет резких отдушек. Совсем никаких. И вот эти средства тоже не исключение. Очень приятные, нежные ароматы. Потом на волосах остается прямо просто испытываешь такое приятное все время чувство. Нужно оставлять второй раз, когда моешь, на несколько минут. Пенится очень хорошо. Вот использовала пока что один раз. Очень приятное чувство. Конечно, я использую, когда все, тогда решу, нужно ли мне. Но вообще отзывы на это средство очень-очень хорошие. Вот такие новинки на сегодня. Есть что-то еще. Но вот такие основные показала сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Этим вы очень поддержите мой канал. Спасибо вам. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok